Иван написал, что все видно, поэтому, Илья, я думаю, можно начинать. Ты нас представишь? Да, конечно. Друзья, всем привет. Сегодня немножко в такой домашней обстановке приходится проводить вебинар, но, наверное, в этом году все все понимают. Мы поговорим про новинки от FANVIL, а конкретно про ответные части для решений домофонии. Все работает, это прекрасно. Ну, собственно, меня зовут Илья Иванов, продакт-менеджер компании Appymatica. Сегодня начну нашу презентацию я именно с рассказа про те модели, которые уже есть у нас на стоке. Григорий Лямин, представитель, собственно, вендора компании FANVIL, расскажет про новинки, которые ждут нас в скором будущем. Ну, и наш пресейл-инженер Дмитрий Нагорный проведет наглядную живую демонстрацию решений от компании FANVIL. Наверное, даже будет самая наглядная, самая интересная часть. Не будем затягивать с теорией и посвятим сегодня часть вебинара также практике. Собственно, часть первая, то, чем мы уже можем похвастаться, это две модели FANVIL I-51 и I-52. Давайте посмотрим, что это такое и как они выглядят. Это СИП-ответные части. Ну, называют их по-разному. Можно назвать, например, внутренние СИП-панели. Ну, у нас внутри в компании приняты ответные части. Но в любом случае, я надеюсь, что наши партнеры понимаем, о чем идет речь, но и взаимопонимание с заказчиками тоже будет в любом случае достигнуто. Это две примерно похожие модели по исполнению, по форм-фактору, но различаются размером экрана. Обе они имеют встроенный Wi-Fi-модуль, поэтому полное название моделей FANVIL I-51 с Wi-Fi и FANVIL I-52 с Wi-Fi, но также опционально и в будущем у нас на складе появятся модели без поддержки Wi-Fi для решения разных задач и разных потребностей. Мы видим на обоих устройствах пять функциональных клавиш, пять физических клавиш. Сразу оговорюсь, что это не touchscreen, то есть на экране нажать нельзя, но к этому мы еще вернемся. Здесь именно пять клавиш, на которые могут быть запрограммированы различные функции. Пойдем слева направо. Вот левая клавиша с нарисованным таким человечком. Центр управления. В стандартном сценарии это функция вызова при нажатии, например, вызова помощи или охранника, или еще какого-то нужного абонента. Вторая клавиша – просмотр видео. Нажатие для проверки ситуации рядом. Это, соответственно, может быть просмотр видео, например, с видеодомофона, который стоит с обратной стороны двери, ну или с какой-то видеокамеры, например, которая тоже установлена где-то в обществе организации. Третья посередине клавиши – клавиша открытия. Одним ее нажатием можно открыть замок и, соответственно, впустить в гость человека, который к вам пришел, который вам, собственно, позвонил и хочет пройти внутрь помещения. Ну и также можно при долгом нажатии, вот трех секунд, открыть меню, что тоже удобно. Клавиша возврата, четвертая слева, ну тут, наверное, все понятно. И крайняя правая – клавиша ответа. То есть, по сути, функция поднять трубку при входящем звонке с домофона, который установлен снаружи. Немножко пройдемся по характеристикам. Вы их, в принципе, видите на экране. Я уже сказал про встроенный Wi-Fi-модуль, 2,4 ГГц, но функционально. Пять функциональных клавиш. Цвет только белый, ну, как вы видели на картинках, и мы это подтверждаем, что они действительно белые. Поддержка POE, конечно же. Ну и вот, собственно, верхняя первая строчка – это как раз, по большому счету, единственное серьезное различие между двумя моделями. У i51 размер экрана 4,3 дюйма, у Funvel i52 – 7 дюймов. В остальном функционал двух ответных частей не различается. Замечание небольшое про то, где и как их можно найти на нашем сайте. Конечно, все карточки со всеми характеристиками, со всеми материалами, уже открыты. Есть специальный раздел у нас на сайте, на сайте apimatic.ru, ответные части, где пока размещены, собственно, вот эти два устройства. Ну и, конечно же, там присутствует, куда без него, модель Funvel i10D. Еще одна ответная часть, но она только аудио. Ну и, соответственно, с двумя кнопками «Принять вызов» и «Открыть дверь». Эта модель уже достаточно давно на рынке, практически год. Я думаю, многие из вас с ней уже знакомы. Ну, собственно, можно с помощью решения от Funvel реализовать разные сценарии, поставить в том числе и аудио ответные части. По ценам, конечно же, нельзя не упомянуть. Наверное, это то, что многих интересует больше всего. Ну, на предыдущем слайде вы могли заметить рекомендованные розничные цены в российских рублях в пересчете, потому что это был скриншот с нашего сайта. В долларах уже с учетом НДС 20%. IP51 стоит в розницу 75 с небольшим долларов, IP52 – 87,5 примерно. При этом, естественно, партнерская маржинальность соответствует высоким стандартам других продуктов от Funvel. Мы, конечно, с радостью всеми партнерами поделимся прайс-листами. Это не проблема. Так что работать с этими сип-панелями так же интересно, как и с другими продуктами, с домофонами от Funvel. Немножко про сравнение с конкурентами хочу сказать. График, состоящий буквально из двух точек, где мы видим, что решения от Funvel сильно дешевле сопоставимых решений от конкурентов, но при этом я так немножко правее поставил конкурентов по оси функционала. Здесь, скорее, я имею в виду то, что другие производители в массе своей среди решений, которые могут состоять на конкуренцию, представляют решения с тачскрином. Но не за счет этого эти устройства тоже намного дороже. Поэтому здесь, наверное, заострять они не будем. Здесь будет логичнее сравнить уже более топовые модели от Funvel, про которые сегодня расскажет Григорий. Такие, как и 53, и 56, которые тоже обладают, собственно, экраном тачскрин, но при этом все равно будут дешевле. Так что, в общем, в любом случае, Funvel представляет, как нам кажется, как мы успели изучить рынок, лучшее соотношение цены и качества. Здесь моя часть в целом закончена. Еще небольшое лирическое отступление. Может быть, да, мы сейчас Григорий будет рассказывать про более топовые модели, которые мы ждем в начале 2021 года. Я в это время в чат кину ссылку на скачивание демонстрационных материалов и брошюру по решениям от Funvel, в основном по решениям для безопасности. Может пригодиться как партнерам, так и заказчикам изучить, посмотреть. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Сейчас в чате эта ссылка появится. На этом моменте я, наверное, передаю слово. Посмотрю, обязательно были какие-то вопросы в чате. Далеко не ухожу, так что можем в любой момент еще пообщаться. Так, Илья, прошу подтвердить, что слайд презентации открылся. Илья, все, это уже выключен микрофон. Так, ну, буду надеяться тогда, что все отображается без проблем. Я благодарю Илью за предоставление информации о наших новых устройствах i51 и i52. Как вы можете увидеть на слайде, у нас есть еще несколько SIP-мониторов, вызовных панелей, ответных частей, как их можно назвать по-разному, о которых я хотел бы рассказать. В этом году у FunVille вышло много новых устройств. Этот год был достаточно богат на новинки. Например, у нас появился телефон, самый компактный IP-телефон на рынке, модель H2U. Мы также добавили новинки в наши отельные телефоны. У нас появился белый цвет в H3 и в H5. У нас появился новый телефон на Android, тоже на девятом Android, X7A. И к нему подключается в USB-порт камера CM60. У нас появился, точнее сейчас анонсирован, но вот-вот появится шлюз оповещения PA3, который уже доступен, наверное, на складе в Китае, но пока у наших дистрибьюторов в России и СНГ пока отсутствует. Но, я думаю, в первом квартале 2021 года все изменится. По этому устройству мы сделаем отдельный вебинар, потому что, я думаю, там есть много о чем показать и рассмотреть различные сценарии использования этого устройства. Итак, это у нас абсолютно новая серия устройств i-серии. Это вызывные панели с цветными экранами для они внутреннего исполнения. Здесь нет защиты от воды и пыли, поэтому сразу стоит сказать, что все наши новые панели предназначены только для установки в крытых или теплых помещениях. Еще стоит отметить момент о названии. У нас декларация сделана на устройство i-51, i-52 без буквы W. Мы делали эти документы, нотификации и декларации еще до момента даже запуска этих устройств, и никто не знал, что название этих моделей немножко поменяется. Поэтому на рынке России и стран таможенного союза эти модели будут поставляться без буквы W, но вообще в мире они будут известны как модели i-51V, i-52V, V, V обозначают Wireless. Мы также проходим сейчас процесс декларирования новых устройств и нотификации на i-53V и i-56A. Я думаю, в скором времени с этим проблем у нас, с документами у нас проблем не будет. Итак, следующая новинка, которую я хотел бы вам представить, это панель i-53W. Она имеет все характеристики i-52, но экран здесь сенсорный. Построена на том же Linux, который используется в наших телефонах. Вообще поразительно, как просто можно делать сейчас новое устройство, особенно учитывая, что у тебя за спиной огромный опыт разработки классических настольных SIP-телефонных аппаратов. И почему вы спросите, просто? А отвечу, что хотя бы потому, что я занимался переводом веб-интерфейса этих устройств, то есть самого экрана и подсказок, которые там возникают. И он оказался на 90% идентичен нашему настольному телефону X6U, который у нас единственный телефон из XU-серии, который имеет поддержку видео. Внешний вид этих панелей у всех одинаковый. Это глянцевая рамка пластика и матовый пластик сзади устройства и в месте, где располагаются кнопки. Сами кнопки нажимаются мягко и тихо. Ай-53 имеет Wi-Fi, а также 100-мегабитный порт с ПОИ. Устройство может устанавливаться как на столе с покупкой дополнительного крепления, так и может он монтироваться в китайский квадратный подрозетник, который у нас имеет размеры 86 на 86 миллиметров. Другой продукт это Android вызывная панель или планшет, его можно назвать, ай-56А. Был период, когда настольный телефон устанавливался в каждой квартире или доме. Теперь мы знаем, что это уже анахронизм, и все у нас перешли на использование мобильного телефонного аппарата, смартфона. Но, на мой взгляд, эра планшетов еще не наступила, и как устройство потребления контента это очень удобная вещь. С одной стороны, это мобильность, и при этом функции могут быть как у смартфона, но экран у нас здесь будет большой и удобный. Фанвилл выпустил устройство, которое одновременно может быть вашим личным устройством для общения новостей и общения в мессенджерах. С другой стороны, это может быть устройство сопряжения с умным домом или другими какими-то СИП-устройствами корпоративной сети или современным домофоном. Экран 10 дюймов, актуальный Android 9, 6 СИП-аккаунтов и большое количество внешних интерфейсов. Но главное отличие, что есть встроенное реле для управления внешними устройствами. На данном слайде вы можете увидеть сводную таблицу. Я не буду на ней заострять внимание. После вебинаров вы получите копию автоматически на ваш электронный ящик. Вы также сможете ознакомиться поближе и добавить на ваш сайт, если вы являетесь авторизованным продавцом Фанвилл. Также хочу отметить, что я уже перевел официальные даташиты на все устройства и могу предоставить вам их по запросу. Далее я хотел бы поговорить о функциях, которые мы хотели вложить в данное устройство серии i5x. Одна из очевидных это получение СИП входящего вызова с видеоизображением. Формат СИП не ограничивает нас в производителе устройств связи. В России, например, уже несколько лет работает программа «Безопасный город» и один из одобренных там производителей – компания «Бивард». С домофонами этой компании, как пример, наше устройство без проблем будет работать. Но есть один момент. Если связка у нас «Фанвилл» – домофон плюс «Фанвилл» – ответная часть, то в сценарии, когда к вам пришел посетитель, вы сможете увидеть, кто именно, то есть получить видеоизображение еще до поднятия трубки. И вы сможете для себя решить, будете ли вы общаться с этим человеком дальше или нет. А если вы используете стороннее СИП-устройство, то вам сначала надо будет поднять трубку, то есть сделать ансвер, и только после этого пойдет RTP-поток. Следующая функция – это исходящий набор. Как Илья говорил, в случае несенсорных панелей I-51, I-52 у нас есть только несколько физических клавиш, на которые мы можем повесить набор номера. В моделях с сенсорными экранами I-53 и I-56 мы сможем делать исходящий набор с помощью динамических DSS-иконок на экране. Также на устройстве существует книжка контактов и журнал вызовов. Телефонную книгу вы можете настроить из веб-интерфейса, либо запровизженить с помощью XML-файла. Также поддерживаются наши устройства управления от Funvel – это FDPS и FDMS, сервера, которые могут преднастроить ваше устройство, чтобы вы не лазили в веб-интерфейс или сделали какое-то массовое внедрение. Восемь преднастроенных иконок для исходящего набора будет вполне достаточно в 90% случаев использования панелей. Но если вам вдруг необходимо позвонить в другую квартиру в этом же доме, то телефонная книжка вам тут придется как нельзя кстати. Другая функция, которая будет использоваться на наших панелях – это просмотр камер видеонаблюдения. Каждое наше устройство может получать RTSP-поток. Даже на нашем небольшом устройстве i51 вы увидите картинку в HD-разрешении. У нас есть 5 кнопок, если мы говорим про базовые модели. Какой сценарий у нас может быть? На первую кнопку мы ее настраиваем для осуществления исходящего вызова. Вторая кнопка у нас будет наблюдение камеры у лифта. Третья кнопка мы настраиваем камеру общего коридора. Четвертая кнопка у нас остается как ответ. И пятое – отбой, если мы не хотим принимать звонок. То есть как минимум две камеры вы сможете подключить к нашим базовым устройствам 51-53. А на сенсорных моделях количество может быть 5 или даже больше 10 камер. Другой функционал, который мы заложили в этом устройстве – это подключение внешних датчиков. 8 внешних устройств вы сможете подключить к нашим панелям. При срабатывании каких-либо датчиков, течке газа, открытие окон, движения пожарных и каких-то других устройство может отправлять сообщения тревоги или события на внешний сервер. Также на всех устройствах есть порт RS-485, через который вы тоже сможете снять лог. Тем самым наше устройство помимо вызовов будут являться еще и элементами безопасности в доме или квартире. Другая удобная функция – это режим «Не беспокоить». На данный момент недоделан момент автоматической установки данного режима. Например, на ночь с 11 вечера до 7-8 утра. Думаю, к тому моменту, когда устройства будут на складах в России и СНГ, все уже будет работать. Пока есть ручная постановка, то есть если в какой-то момент вы не хотите принимать входящие со звуком, вы можете нажать кнопку D&D на устройстве. В режиме «Не беспокоить» у вас не будет только звука. Сообщение о входящем будет показываться на экране, и вызов будет записан в журнал для будущей проверки. Так, еще кратко я хотел бы рассказать о преимуществах новых устройств. У нас очень конкурентная цена, как и всегда, впрочем. Мы производим самый доступный телефон с цветным экраном. И думаю, в сегменте SIP вызывных панелей текущие розничные цены в 80-100 долларов займут свою нишу. Первое преимущество – это универсальный дизайн. Белый цвет – он выигрышный сам по себе. У небольших панелей они удачно впишутся при монтаже на стене. i56A – у него большой, яркий Full HD экран, классическая черная окантовка и серый пластик. Он тоже органично впишется в любой интерьер, если поставить его на журнальный стол или где-нибудь рядом с кроватью. На стене он, в принципе, тоже будет смотреться неплохо. Другое наше преимущество – это качество связи. Выпуская новое оборудование, мы всегда внедряем самые передовые технологии, которыми обладаем. H2U, выпущенный, который был в этом году, он тоже обладал кодеком Opus. Новые панели тоже его поддерживают. Касаемо экрана, Full HD – это более чем достаточно на сегодняшний день, чтобы увидеть четкую, качественную картинку с домофона или IP-камеры. Согласитесь, что следующий стандарт – это у нас 4К, но его время еще не подошло, и я не вижу смысла, чтобы на экранах с такой диагональю смотреть картинку с такой зернистостью. Следующее преимущество – это легкое управление. Согласитесь, что сложно запутаться, когда у тебя всего 5 кнопок на устройстве. И на моделях с сенсорным экраном все тоже максимально лаконично и понятно. Нажали пальцем – пошел набор номера. Либо нажали физическую клавишу – и произошел ответ или исходящий вызов на заранее выставленный номер. То есть у нас простой дружественный интерфейс, которым будет понятен детям или людям в возрасте. Следующее преимущество касается только панели IP56A. Android у нас не последний, но он точно актуальный на устройствах подобного класса. Это стабильная версия Android со всеми заплатками безопасности. Могу смело сказать, что текущей версии API хватит на 5-7 лет разработки. То есть, судя по опыту, приложения, написанные в 2027 году, будут работать на нашем планшете без проблем. Android сам по себе – это готовая платформа. У него есть множество уже написанных приложений. Например, буквально на этой неделе я тестировал работу приложения Megafon Конференции, которое успешно заработало из коробки на нашем видеотелефоне X7A с камерой. Я думаю, что много управлений, в том числе для умного дома, будут работать на нашем планшете IP56A. Следующее преимущество – это встроенный Wi-Fi на всех вызывных панелях. Нужен ли он там? Я думаю, что да. Это устройство для массового использования, и оно не всегда будет устанавливаться в зданиях без ремонта. Зачастую финишная отделка уже сделана, нет возможности протянуть отдельную витую пару для вот такой ответной части. К старым аналоговым домофонам у нас уже протянуто две жилы. Именно их мы можем использовать как питание новых современных панелей от Funvel. А данные будут передаваться по Wi-Fi протоколу. На мой взгляд, это вполне жизненная ситуация. В моделях i51, i52, i53 у нас стоит диапазон только 2,4 ГГц. В самой продвинутой модели на Android у нас есть еще и поддержка 5 ГГц диапазона. И последнее преимущество, о котором я говорил, это подключение внешних устройств на сухие контакты панелей. В каждом устройстве мы, в каждой нашей панели, можем подключить до 8 внешних устройств. И есть поддержка сигнализации, поддержка таких триггеров на внешний сервер. Неважно, какое событие произошло, вы, как пользователь, будете уведомлены максимально быстро. Впрочем, уведомить можно не только себя, а и внешнюю организацию или систему. Если произошла утечка воды, то можно дать команду на перекрытие крана. Это как пример. Данный слайд это общий, который рассказывает об экосистеме устройств фанвил. Да, это может быть как-то громко звучит, но тем не менее, можно сказать, что у нас уже есть фанвил устройства под различные нужды. Если у вас закрытая парковка, вы приехали к себе домой, вас сначала встретит наша уличная вызывная панель в металлическом антимандалозащищенном корпусе. Вы можете нажать кнопку «Откроется шлагбаум» с помощью руле, либо там может быть установлено наше устройство оповещения PA2. Затем, когда вы оставили машину, прошли в свой подъезд, на входе может стоять наш домофон фанвил, на котором будет клавиатура, на которой вы введете пароль для входа. Либо вы можете приложить какую-то RFID-карточку, тем самым вы откроете замок двери. Внутри квартиры у вас может установлена, в зависимости от бюджета, вы можете установить обычную дробку без экрана, например, самый наш компактный телефон H2U. Либо вы можете установить представленные сегодня интеркомы I51, I52, I53, опять же, в зависимости от вашего бюджета и от того функционала, который вы хотите увидеть. Причем все эти устройства будут работать на открытом SIP протоколе. Он достаточно современен, много вендоров его поддерживает, поэтому фанвил, как производитель конечных устройств, себя показывает на высоком уровне. Следующий слайд, пожалуйста. Добавлю небольшое лирическое отступление по поводу того, что все-таки рекомендую нашим партнерам скачать брошюры или флеты по ссылке, мной предложенные, в том числе и про жилые комплексы. Там тоже можно будет подробнее почитать. Следующий слайд. Еще один из вариантов использования оборудования фанвил, это если у вас есть какие-то камеры наблюдения, вы живете в частном доме, вы можете смотреть изображение с этих камер. У вас также на воротах или на входе в дом может установлен домофон фанвил в уличном исполнении. А в качестве ответной части используются наши новые панели i52 и i53. Все это работает совместно. Далее я хотел бы передать слово Дмитрию, чтобы он рассказал, как наши устройства работают вживую. Я думаю, это тоже будет интересно участникам вебинара, поэтому оставайтесь на связи. На вопросы я отвечу чуть попозже. Я, наверное, тогда прошу тебя отключить демонстрацию моего экрана. Вот, все, отлично. Теперь, да, посмотрим и послушаем Диму, действительно. Я с экрана ничего демонстрировать не буду, только вживую. Хочу добавить по кнопкам на панелях. Да, они, конечно, заранее заданы, но, в принципе, вам ничего не мешает переназначить их функции. Абсолютно как вам вздумается. Первую кнопку можно поставить на отбой, последнюю задать на отбой. Так, еще панели поддерживают питание как по кое, так и по блоку питания. Блок питания 12.1, верно, необходим. Далее. Чего стартует домофон? Чтобы войти в интерфейс панели, нужно зажать на несколько секунд кнопку с ключом. У нас появится меню. В меню можно посмотреть IP-адрес панели, поменять режим получения этого IP, статику DHCP. И по умолчанию стоит DHCP, если меняем на статику, то IP-адрес будет 1.179. Так, как основной сценарий пользования этой панели – звонки с домофона. Как сказал Григорий, здесь появилась довольно важная функция, о которой много спрашивали уже. Можно просматривать видеопоток во время вызова, не поднимая трубку. Очень удобно, если, допустим, вы не хотите отвечать, если там кто-то нежелательный к вам пришел. Так, у меня используется в моих сценариях домофон Ай-32В, и возьмем маленькую панель. Я сейчас с домофона буду звонить на панель, на которой выключена функция предпросмотра. То есть тут просто идет вызов, чтобы ответить и получить картинку, нужно нажать кнопку. Сейчас я через несколько секунд возьму вторую панель, на которой уже будет включена функция предпросмотра. И при звонке мы сразу видим картинку, весь поднятие трубки. Трубку поднимаем, и звук пошел с домофона. Также здесь у меня на первую кнопку назначен звонок на сам домофон. Тоже все происходит, как видите, мгновенно. Задержка менее секунды. По сценарию использования с камерой. Можно звонить на камеру по СИПУ, как обычно, и с камеры тоже на панель по СИПУ. Можно, как говорил Григорий, просматривать RTSP-поток. Причем появилась очень полезная функция в веб-интерфейсе панели. Если вы используете камеру SunViv, нажатием одной кнопки в веб-интерфейсе панели, можно найти все камеры SunViv в этой сети, ввести плагин-пароль и назначить кнопку на панель. И потом уже просто нажимать на панель и выводить видео с камеры. Здесь это назначено у меня на среднюю кнопку. Звонки с камеры на панель тоже интересная функция. Я вижу их использование, как если у вас, допустим, камера с аналитикой, и вы их используете, допустим, на садовом участке, при включении детекции движения, если кто-то непрошенный появляется у вас на участке, камера будет звонить на панель, и вы сможете посмотреть, кто же к вам все-таки пришел. Так, как и говорилось, панели поддерживают Wi-Fi. Также у них есть функционал точки доступа, но это не совсем функционал, который вы могли подумать. Здесь он работает следующим образом. Если у нас вообще нет никакой сети, панель включена просто блоком питания, и у нас есть Wi-Fi, допустим. При этом на панели по дефолту Wi-Fi выключен, и подключиться к какой-то уже имеющейся сети можно только через веб-энтерфейс. То есть на самой панели в интерфейсе нет этих настроек. Там можно только включить, выключить. Вот, вы можете включить на панели точку доступа. Она раздаст свою внутреннюю сеть Wi-Fi на ваш мобильный телефон, либо ноутбук. С него вы подключаетесь к этой сетке, переходите по QR-коду на веб-энтерфейс панели, и там можете ввести данные Wi-Fi-сети, к которой вы хотите подключить эту панель. И она будет у вас работать по Wi-Fi. Если нужен никакой сетевой кабель для настроек. Как точка доступа, раздающая интернет, панели не могут работать, к сожалению. Так, что еще? По контактам, да, как и сказал Григорий, можно подключать. Есть контакты питания, кроме стандартного штекера. Есть контакты для различных сенсоров, считывателей, отпечатков и различных других. В принципе, наверное, все. Могу вам показать. Дмитрий, ну, спасибо большое. Это очень хорошее добавление. Илья, есть ли у тебя что-то еще что добавить? А, тебя не слышно. У тебя отключен микрофон. Добавить нечего. Спасибо коллегам и всем присутствующим. Думаю, что разговор получился интересный. Мы в любом случае выложим, смонтируем запись презентации. Все материалы мы всегда готовы поделиться прайсами. Наверное, Григорий, могу тебя попросить еще раз включить шеринг моего экрана. Покажу слайд с нашими контактами на всякий случай. Ну, конечно, они есть также и в открытом доступе. Контакты есть на данном слайде. Илья, спасибо. Пишите, звоните. Также адрес нашего пресейл-отдела. Собственно, пресейл собака и биматика.ру. Ну, естественно, там работает не только Дмитрий, но и другие сотрудники. Можете в любой момент направить вашу заявку, попросить помощи, консультации. Все будет обработано. И мы вам поможем. Продолжение следует...